Имя Неупокоев Евгений Николаевич предположительно является псевдонимом и используется неким гражданином К. 3 декабря 2012 года в адрес УМВД города Сургут было направлено заявление с требованием установить личность гражданина К, который действует под псевдонимом Неупокоев Евгений. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. По идее у Неупокоева должна быть доверенность на псевдоним. Даже на бейджик репортера не похоже. Ну да, у меня служебное удостоверение просто. Осетрину прислали второй свежести. То есть это даже удостоверением сотрудника юридического лица невозможно назвать. Вот с такой бумажкой он ходит и утверждает, что он журналист. Это означает, что она тухлая. Иметь удостоверение и быть журналистом – две разные вещи. А это что? Внешне обычная белая картонка. Это даже табличкой назвать невозможно. У него несколько переломов и сотрясение головного мозга. Но это не так. Сотрясения мозга нет. То есть они взяли сотрясение головного мозга директора штрафстоянки и приписали его, не упокоя его, Евгению. Белый и пушистый персонаж. Хотел получить информацию, а получил по голове. Сам виноват. Полез туда, где посторонний вход запрещен. Как спина? Порядка? Спасибо, зарядка. Никто даже следственный эксперимент не проводил. И руку свою сломал от меня он сам. Ну, мы поговорили, по-мужски руки пожали. На меня написано заявление за избиение. Что его бедного, несчастного тут избили. Потерпевший Каа. Точка. Ведомые обидой. Обителься. Какая-то провокация. Просто начинает оскорбление идти в мой адрес. Его данный факт оскорбил провокатор. И воспринимая это как личную обиду, ворвался в кассовые помещения. Мог ножик достать, как возможное нападение на кассу. Вот у нас касса. Некого потерпевшего Каа. Почему они его скрывают? Признаки корпоративного коррупционного сговора. За Ностроинформ ТВ, что ли? То он Е, то он Каа пытается подвести под религиозную секту. И деструктивную тоже. Из статьи пропали все слова секта. Они готовят основу, базу, фундамент для возбуждения уголовного дела по статье 282.1 УК РФ. Организация экстремистского сообщества. Увидимся в суде с гражданином Каа, если, конечно, он придет. Таким людям, как он, даже нельзя называться журналистами. Наши представления о том, кто такой журналист, изменились. Это стыдно. Нашему обществу сегодняшнему должно быть стыдно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok